добрый всем день я знаете куда приехала на шопинг друзья так как нас пока не прикрыли закрыли но я думаю что нас уже не закроют потому что у нас все нормально где находится торговый центр здесь тоже это деревушка маленькая но в общем на всякий случай решила приехать на шопинг чуть тут такая тишина даже как-то странно никого нету вот самое интересное как я вам вчера говорила граната находится через дорогу и она перекрыта в нее нельзя держать ну а я нахожусь здесь в общем народа никого сейчас покажу смотрите обычно здесь такая очередь а сейчас никого нету я поработала немного сегодня погода не очень поэтому поэтому вот так мне в принципе особо ничего не надо там мужу нижнее белье вот ну и пошататься как говорится с чего бы начать чуть холодно замерзла нафиг свежо смотрите ничего нормально у нас все еще новый год смотрите с одной стороны елку убрали а с это еще нет прикольно я все еще блуждаю купила себе кое-какой подарочек так как на день королей на новый год у меня не было никакого подарка вот я решила себя побаловать так полезем наверх я вам дома покажу что за подарки купила что меня шея болит здесь говорят цирвикалий стих андро что ли вчера наверное машинку тягала и вот что-то себе наверное потянуло вот я уже даже не знаю куда мне будет тем больше ничего вроде не надо что-то как-то так быстро уезжать тоже не хочется в общем посмотрим пока войдут за руку гуляю то я сегодня это как-то увеличивать зеркало очень сильно я тут и хожу поэтому чуть и то есть этим и чем д д тем смотрю тут все но нибудь может быть мне сегодня нравится мой лук может быть часть найдут смотрите какая интересная 15 евро платьишко судадей ровун цвет мне такой нравится мятный лайн как-то у вас светлый а на самом деле он прям такой мятный прикольный цвет вот уже маечки висят во всем уже скоро летом скорее бы уже я не люблю холод что больше вот знаете хожу-хожу ничего не вижу зона еды совсем пустая я пойду сейчас что-нибудь покушать возьму например вот кебаб хочу шаурма кебаб как он там называется на что время же как обеденное я очень хочу сильно жрать заказала себе меню там с картошкой кебаб обожаю его смотрите какая погода там изменилась вообще плохая сегодня в общем стою здесь жду не такой аппаратик дали я машине поем я не люблю 1 есть на людях не знаю у меня такая вот мания что лили как вот так просто сесть за дна за стол и хавать я так не люблю поэтому я в машине спокойно посижу поем вот кстати вот тут там артисты приезжали пели видите вот смотрите какая пустота ужас кошмар мадре мия как здесь скажут ну что я уже отоварилась смотрите кока-кола без кофеина без сахара без всего салфеточка картошечка и кебаб будем его положили я выбирала между киевсе и кебаб захотелось такой еды кебаб обожаю или шаурма как там его называете делали при мне так что всем приятного аппетита охудеть будем завтра как давно я об этом мечтала на улице дождь и льет пипец какой так что кушать буду наедине наслаждаться смотрите какая погода выехала ну в принципе это и ожидалось потому что синоптики обещали все мне теперь где-то минут пятьдесят домой пиликать до свидания торговый центр душу отвела много всего набрала сейчас вам все приеду покажу а пока врубаю музончик и я вообще люблю ездить вот под такой погоде вот поэтому поэтому вперед и с песней как говорится смотрите какая погода жикарная ой снега наверное навалит вот там у нас сера невада лыжные курорты а и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Буду переодеваться. Так, ну это там мужу майки обычные. А себе купила вот подарочек. Я давно хотела себе часы. Точнее помните, я покупала как-то часы. Вот эти вот какие-то там, ну вот эти вот, которые и шаги меряют и все такое. Но они у меня были дешевые. И какая-то фигня. И вот я сегодня пошла и приобрела. Значит вот такие часики. Конечно, я за 300-400 евро не собиралась покупать часы. Даже и не думать об этом. Поэтому фирма Lotus. Вроде как понравились. Ну в принципе они все, знаете, как бы на один манер. Все одинаковые. Блин, открыть бы еще одной рукой. В общем, вот такие вот часики. Надо их это сейчас синхронизировать. Это вот браслет. К нему идут два браслета. Один вот такой металлический я взяла. Потому что был еще типа золотой. Но золотой облезает. У меня есть часы Lotus. Им уже лет 15, наверное. И вообще с ним ничего не случается. И вот такой белый ремешок. Ну там в магазине сказали, что можно ремешки покупать отдельно. Вот обычный такой вот ремешок. Силиконовый. Зарядочка. Вот это типа а-ля инструкция. И в общем, сейчас буду разбираться. Надо их сначала сказали зарядить. Это вот мой подарок. На Новый год, на Рождество, на все-все-все подарки. Кстати, помимо... Вот сделали 10% скидку и подарили вот такую свечку в магазине. Смотрите. Девушка очень была такая... Ой, как вкусно пахнет ванилью. Блин. Это вот магазин так назывался, где я купила часы. Ну там они часы продают. И изделия из... Украшения, короче. Из серебра. У меня так голова болит. Не голова, а вот как-то не пойму, что. В общем, погода, наверное. И все-таки вчера, наверное, потянулась с этой машинкой. Ой, как вкусно пахнет. Но все равно, знаете, мелоча приятна. Вот. И что-то она там мне в пакет прыснула. Говорит, новый аромат. В общем, вкусно пахнет. В пакете вкусно пахнет. Ой, я еще в Кико в прошлый раз увидела бальзам для губ. Он мне нереально понравился, друзья. И посмотрите просто, как он выглядит. Сейчас я вам покажу. Ну, конечно, на губах все это не так. Вы посмотрите сейчас. Вы видите? Вы видите эту красоту? Ну, на губах, конечно, это все не так красиво. Но блестит все равно. Видите? Поблескивает. В общем, мне она так понравилась. Я уже помазалась ей. И классно увлажняет губы. И приятно очень пахнет. Вот. Под маской. И самое то. Ой, блин. Такие вот у меня покупочки. Ну, и в принципе, все. Пойду чай пить. И ждать эффекта от таблетки. Сижу я думаю, что вы мне на завтра поесть приготовить. И вспоминаю копыта. Копыта не сделала. Копыта. Ой, прям вообще вот тут болит. Знаете? Вот тут вот в шее. Вот тут вот в этой части. У нас там дождик все еще такой моросит. Не сильный, но моросит. В Гранаде, конечно, больше дождь был, чем у нас здесь. Так только, знаете, морозную свежесть только разогнал. Потому что так как-то это... Когда дождик и холодно, как-то мокро. Ты хочешь на улицу? Иди сходи. Иди сходи. Бенга. Бенга. Тиропариво. Чего ты там мусор нюхаешь? Это пластик. Скажешь, что-то, блин, свободно, столько места. Бенга, париво. Тиропариво. Париво. Ай. Все понимает. Вот я удивляюсь. Вот знаете, с ним разговариваю, как с человеком. И все понимает. Не знаю, откуда у него такие знания. В общем, будем мы с вами копыты. Вернее, не с вами, а я... Ой, блин, не повернусь нафиг. Старость, не радость. Хотя вчера машинку... Чего я ее перла-то? Я ее никуда не перла. Не знаю. Сейчас я их сначала в мультиварке поставлю варить. Когда маленькая кухня, это просто жесть. Я всегда завидовала, у кого кухни большие. О, бляха, мух, все валится. Потому что все умещается. А когда маленькая, нихрена ничего не умещается. Друзья, у меня же рыба. Я сейчас рыбу буду есть. Блин, сушеную. Это, по-моему, с икрой. Я не люблю рыбью икру. Ну, вот, которая сушеная. Считаю, что это просто переплачивание денег за нее. А, я знаю. Короче, муж тоже в гранаде где-то там, под гранадой шастая. Представляете? Шлет мне там фотки какие-то красивые. Я говорю, ты где? Вон там-то, там-то. Я говорю, ого. Говорю, я только оттуда. Нет, я ему позвонила, я ему сказала. Говорю, хочешь что-нибудь, что тебе купить? Купить что-нибудь? Вот. Он, да не, мне ничего не надо. Я говорю, ну вот я тебе майки там купила. Это тебе нужно. Ну, а что ты доспрашиваешь? Действительно. Я все равно лучше знаю, что ему надо. Что мне делать? Так, где у нас эти копыта-то? Вот, наши копыта. Сейчас помою. Отварю быстренько в первой воде, а потом сразу во вторую бухну в мультиварку. Сейчас туда добавлю лаврушки. Так, где у нас лаврушка? Перец горошком. Где-то у меня вот там был. Лучок. Чтоб, знаете, не просто они там у меня варились, а... Ты пришел уже? Вот он и так. Ты уже пришел? Тебе вкусняшку надо дать? Сейчас тебе дам, нам. А соус тогда уже какой-нибудь смастерим. В общем, вот так вот. Все по плану. Короче, я вышла на улицу. Типа погулять. Вроде и дождя не было. Дождь пошел. Блин, пипец. Я еще, знаете, что-то замерзла что-то. Смотрела, вроде бы градусник 19 градусов показывала. Ну, как-то совсем не 19 градусов. Ой, что-то такое спросила. Что это такое? Ой. Вот, поэтому... Господи, кто... Видите? Чудо в перьях. Вообще, пошла я домой. Ой, дождик идет. Непонятно, что. Вот почему я не люблю дождь зимой, так это вот потому, что вот так темно дома. Дождь, представляете, валит. Видно, не судьба. А самое интересное, я посмотрела прогноз. Там вроде бы как 30% всего давали дождя. Ну, ты хоть поэта около дома. Ну, как, километра два мы походили, погуляли. Трындец. Буду варить. Это мой чай. Буду варить и ноги, копыта. Правда, для соуса у меня нет хлеба. Там хлеб нужен. Я бы хотела сегодня соус забацать. Кстати, знаете, как там мой муж питается? Сейчас он мне шлет там эти фотки. Не то, что я там. Кебаб и все такое, смотрите. Пол курицы, там картошечка. Это вот у напарника там. Кракетесы. Не хухры-мухры. Похоже, похоже, что курочка на углях сделана. Я такой тоже люблю. Такой тоже поела бы на углях-то. Блин, вкусно было бы. Ну, кебаб тоже был обалденный. Хотя, знаете, вы нас смотрели в нашем городе, делают намного вкуснее. И я вот пробовала в России кебаб, в Испании вкуснее. Вот если вы пробовали, скажите, так ли это или нет. Вот я в России сколько раз пробовала, там какие-то они по-другому как-то. А здесь сочные, вкусные, прям такой прям ням-ням-нямшечки. Вот. И вы знаете, думаю, почему кебаб это вредная еда? Не такая уж и вредная. Там, например, курица, салат. Вот у меня в моем что было? Курица, салат. Потом помидоры и греческий соус. Ну, вот это вот из йогурта греческого. И все. То есть не так уж это и вредно. Ну, картошка, конечно, да. Ну, и что? В общем, все нормально. Дождь прям вообще шурует. Чарли, вот он вообще вот так вот целый день. И тракает рябидель. Еще, представляете, еще и рычит, когда я его убирала. Это вообще моя. Смотрите, смотрите, какой он вредный. Это на камеру, видите? Увидел камеру и сразу такой, нет, нет, я не вредный, я хороший. Вот смотрите. Дождь. Хорошо, хоть я совсем на пляж не ушла. Видно, да? Орхидей, ой, орхидейки, говорю. Мои эти цветут. На улице теплее, чем дома. Это обычная история. Обычная. Чучики. Че ты тут пищишь? Расскажи нам про свою жизнь. Вот так вот покакал он на нас всех, да? Сейчас ему едой насыплю, раз уж такое дело. Копыта уже сварились. Ой, они уже мягкие-мягкие. Их можно, кстати, уже есть. Но я сделаю соус на завтра. Но для этого мне нужен хлеб. А хлеба белого у меня нету. Поэтому сказала мужу, чтобы он не привез хлеб. Еще я съела рыбу. Она, зараза, соленая, но понятно, да, сушеная рыба. Теперь у меня такой сушняк, что я уже не знаю, что мне выпить. Я уже выпила пять раз чай. Все на свете выпила. В общем, да. Кстати, часы свои уже все там я синхронизировала. Все приходит. Всякие сообщения, уведомления, звонки. Мне уже второй день подряд. Звонят какие-то службы. Вернее, не какие-то, а то страховку, пожалуйста, сделайте. То вот телефонная связь, то еще что-то. И не просто меня. А одна компания вчера три раза звонила. И сегодня я их просто уже говорю, вы меня задолбали. Говорю, вы мне уже звоните 15 раз, не хочу ничего. А, да, такая, ой, да. И сами там. То есть они, наверное, выбрали жертву себя и себе. И вот мне достают. Постоянно. Своими звонками. Еще, знаете, геду по дороге, например, звонят. А вдруг, я так думаю, клиенты или еще что-то. Мне же нужно трубку снять. Или, например, стоишь у кассы, расплачиваешься, звонит телефон. Он, блин. В общем, вот так вот. Так. Ладно, друзья. Все, я пошла монтировать влог. Вроде голова прошла. Вот знаете, что самое главное у нас в жизни? Это здоровье, когда ничего не болит. Когда что-то болит, вообще нет желания ничего не делать. У меня уже, я вот когда была в Гранаде, на шопинге, да, у меня начинала голова уже так трещать. И просто мне уже было не до шопинга, ничего. Просто как бы, ну, приехала. Вроде и надо оправдать надежды. Я ж не знаю, что мне выпить-то. Что мне выпить-то? Ебискус. Вон, санию. Ромашку выпью. Ромашки спрятались, поникли. Что-то не охота ромашку-то. А это что за чай? А это и где обычный-то? Поникли, лютики. Так, а это что? О, липовый чай попьем. Опять дождь, представляете? Опять дождь. Весь день лету. Достану на дождь со знайком. И вот, когда что-то болит, то это труба. Ничего не надо в жизни, когда что-то болит. Так что будьте, друзья, здоровы. И тогда будет желание для всего и на всё. В общем, встретимся с вами завтра. Всего вам самого лучшего. И всем пока-пока.